Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марии Новгородовой Николая Слепцов у микрофона ведущей Сергея Лана Антонова. Фестиваль «Труда» — так называется одно из масштабных мероприятий для поддержки молодёжи, который пройдёт на площади Ленина, столицы республики, завтра, 11 июня. Что интересно, его организаторам выступает Федерация профсоюзов Республики Саха, Якутия. Её инициативу поддержали крупные промышленные предприятия и организации Якутии, руководители министерств, ведомств и, конечно же, те, кто занимается у нас в регионе решением проблем занятости, самозанятости и предпринимательства. Чем и кому будет интересен фестиваль «Труда»? Какие предприятия республики могут пригласить сегодня молодёжь для работы? В консультации каких специалистов можно будет завтра получить во время мероприятия? Ответы на эти и другие вопросы мы получим сегодня во время нашего разговора. Итак, сегодня мы говорим о предстоящем фестивале «Труда» и гости нашей студии. Это руководитель Организационного отдела Федерации профсоюзов нашей Республики Ирина Владимировна Протодьяканова. И заместитель директора Центра занятости населения Республики Саха Якутия Инна Иннокентьевна Сивцева. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей программе. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Ирине Владимировне. Вы представляете у нас организатора данного мероприятия. Я знаю, что сам фестиваль «Труда» проводится на средства гранта на развитие гражданского общества. Расскажите, пожалуйста, что это за грант, какой проект получил финансирование. В Федерации профсоюзов в 2020 году мы участвовали, подали заявку и получили одобрение фонда президентских грантов на реализацию проекта «Фестиваль труда», посвященный 100-летию профсоюзного движения Якутии. И по плану, по нашей заявке мы должны были провести 20 июня 2021 года. Но все эти пандемийные события не дали нам реализовать этот проект в прошлом году. И поэтому по согласованию с фондом мы его перенесли именно на 2022 год. Но название «100-летие профсоюзного движения» мы оставили, потому что в 2021 году у нас профсоюзное движение Якутии исполнилось 100 лет. Вообще, если говорить об нашем участии в предоставлении этих грантов, то мы как бы сразу получили, с первого раза заявились и получили этот грант к нашему, так сказать, удовлетворению. Ну а сам фестиваль посвящен именно. Основная цель, основная задача – это помочь молодежи, выпускникам учебных заведений, возможно, тем, которые выбрали профессию, но не нашли себя в данной профессии, хотят поменять ее. Также в фестивале мы приглашаем участвовать и учеников, школьников. Но так как у нас 11 классы заняты сейчас сдачей единого государственного экзамена, то 10 классы могут участвовать. Ну и, конечно, выпускники не только средних специальных учебных заведений, но и высших. Вот мы сказали о целях, задачах фестиваля. А почему была выбрана именно такая форма, как фестиваль? Мы привыкли, что проводятся различные ярмарки, ярмарки вакансий и так далее. Да. Дело в том, что именно из-за того, что очень много ярмарок вакансий проводится, мы выбрали, чтобы она немножко отличалась, чтобы наше мероприятие отличалось от этих ярмарок вакансий. Мы назвали его «Фестиваль труда», и мы расширили же программу. Там не только будут представлены работодатели, которые будут заинтересованы, чтобы получить резюме от желающих получить работу в каких-то определенных организациях. Там у нас еще будет и трек, посвященный Арктике. Там у нас будет и по предпринимательству тоже трек. И, кроме того, у нас еще будет прекрасная возможность у наших участников получить бесплатную юридическую помощь. Консультации специалистов. Консультации специалистов, да, различных организаций, которые в этот день могут получить ответ на свои вопросы, или по нехватке времени, или по каким-либо другим причинам, если они не могут обратиться в какую-то организацию. Они в этот день на площади Держангидзе могут получить эту консультацию. А культурная программа будет? Культурная программа у нас будет концерт тоже с силами молодежных наших коллективов. Ну и еще мы предлагаем розыгрыш ценных призов. Это очень интересное мероприятие. Тоже ребята тоже заинтересованы. Хорошо. Вы сказали, что по отдельным направлениям будет строиться работа. Давайте назовем блоки. Первый блок это... Так, первый трек это есть сама ярмарка вакансий, в которой непосредственно будут представлены работодатели, которые придут со своей презентацией, которые они будут рассказывать о своих учреждениях, предприятиях. Можно я там озвучу, какие крупные организации? Да, конечно. Так, значит, в первом треке в ярмарке вакансий у нас примут участие такие крупные компании, как Алроса, Алмаза Набара, Сахатранс, Нефтегаз, Якутская Энерго, Аэропорт Якутск, Ленское речное объединенное пароходство, жилищно-коммунальное хозяйство и даже Министерство внутренних дел тоже изъявили желание буквально на днях тоже принять участие в ярмарке вакансий. ФАПК Якутии, железные дороги Якутии, домостроительный комбинат наш, водоканал, якутский хлебокомбинат. То есть это все крупные работодатели, которые на сегодняшний день работают на территории Республики Саха-Якутия. Но кроме этого изъявили желание участвовать, вот тоже вчера к нам звонили, есть агентство недвижимости, даже есть такие, которые хотят тоже привлечь работников к своей работе, к работе в своей организации. Но это вот под первому треку. Второй трек у нас привлечение молодежи к исследованию и популяризации Арктики. А почему выбрано было такое направление, как Арктика? И что здесь планируется сделать? Ну, Арктика, да. Арктика, это, наверное, проблемная точка вообще не только для Республики Саха-Якутия, и вообще для Дальневосточного региона, и вообще для Российской Федерации в целом. Потому что мы знаем, мы наблюдаем за тем процессом, который происходит сейчас в этих районах. Молодежь у нас не хочет оставаться. Они коренные жители Арктики, этих районов арктических. Они приезжают в город Якунск или уезжают в центральные вузы, поступают, обучаются, получают профессию. Но возвращаются там, в принципе, единицы, и даже, может, таковых и нет. Потому что они все хотят жить в центре. Потому что условия проживания, инфраструктура. Мы знаем, как сейчас тяжело там жить, проживать. И поэтому именно с целью, чтобы привлечь внимание молодежи, которые только, даже не только выпускники, выпускники, это уже поздно с ними работать, как я считаю, прямо со школьной скамьи. И у нас запланировано, что именно в этом треке, во втором треке, будут учащиеся десятых классов учебных заведений города Якутска. Мы хотим у них, чтобы проснулось какое-то желание. Если даже мы из ста человек, там, у двоих или у троих зерно это вот упадёт в душу, наверное, будет какая-то польза, какой-то эффект от проведения. То есть мало какой-то тяги, да, картики. Нужен, наверное, особый интерес. Да, особый интерес. Который следует разбудить у молодых для того, чтобы они возвращались. Да, да, конечно, да. И были заинтересованы именно в развитии. Этого региона, да. И поэтому участвуют у нас в этом треке и Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, не так давно созданное. И у нас институты. Вот Якутский научный центр Сибирского отделения Академии наук тоже, они выразили желание участвовать в этом треке. И Арктический научно-исследовательский центр тоже будут принимать участие. И вот гвоздь нашего трека, да, и вообще фестиваля в целом, я считаю, что это вот участие Надежды Александровны Саноцкой, доцента кафедры водно-технических исканий Института гидрологии и океанологии Российского государственного гидрометеорологического университета. Это город Санкт-Петербург, она уже у нас в городе Якутске, сегодня утром мы её встретили. И она извела также желание встретиться с нашим якутским гидрометеорологическим нашей службой. Ну и дальше у нас будет социологический опрос. Это у нас тоже центр арктический, научно-исследовательский центр проводит. Вот именно, который может быть действительно покажет, насколько детям интересна вот эта тема, тема Арктики. Ну и третье направление – бизнес-сектор. На что он направлен? Ну, бизнес-сектор – это сектор, который как раз-таки будет направлен на поддержание малого и среднего бизнеса, предпринимательства. Здесь у нас основным модератором выступает ГАУ «РСЕ», это центр «Мой бизнес». они пригласили успешных наших предпринимателей, которые на сегодняшний день уже имеют успешный бизнес. Не просто которые стартапы и начинают, и они ещё не знают, к чему они придут, а люди, которые уже, как говорится… Ну, скажем, ряд лет отработали, наработали свой опыт уже об их предприятиях. Да, совершенно верно. Да, совершенно верно. И они будут делиться как раз опытом, как построить успешный бизнес. И этот бизнес-сектор у нас будет проводить также тренинг дизайн мышления, который будет как раз-таки, вот, покажет нашим ребятам, как мыслить как бизнесмены, как предприниматели. То есть какие-то, не знаю, наработки они свои покажут. Конечно, конечно. Будущим, может быть, предпринимателям или тем, кто решил стать самозанятым, да? Сейчас это направление тоже очень активно развивается. Ну что же, дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И мы сегодня говорим о мероприятии, которое пройдёт завтра на площади Ленина. Это фестиваль труда. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ежегодно в центры занятости обращаются тысячи людей, и большинство из них получают работу, новую профессию, либо помощь экспертов. Сегодня служба занятости выполняет множество функций, в том числе анализ и прогнозирование спроса, и предложение на рабочую силу, содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в поиске необходимых работников. В рамках фестиваля труда, который, напомним, пройдёт в столице республики завтра на площади Ленина, мы также говорим о деятельности центра занятости нашей республики. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НБК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Ну что же, а сейчас я хотела бы обратиться к заместителю директора центра занятости республики Саха и Якутии, Инии Накентьевне-Сивцевой. Давайте поговорим о ситуации на рынке труда нашей республики. Что вы можете сказать о безработице на сегодняшний день? Если говорить о безработице, то с начала года к нам обратилось более 10 тысяч человек на сегодняшний день. Порядка 7 тысяч человек на учёте состоят. Но, тем не менее, если в целом ситуацию говорить, то она, как и по всей стране, уровень безработицы у нас снижается. И ситуация остаётся стабильной. Вакансии на сегодняшний день порядка более 14 тысяч рабочих мест, поэтому вакансий достаточно много. Если смотреть, какие вакансии наиболее востребованы, то это, конечно, вакансии промышленности. Для предприятий промышленности у нас самые популярные. И эти же предприятия завтра у нас будут принимать участие в фестивале труда преимущественно. Вот у вас таки как раз первый блок. Да, у нас первый блок называется «Ярмарка вакансий». Там участвуют предприятия. И, кроме того, наша организация тоже будет проводить два вебинара и ещё презентацию предприятий. Хорошо. А кто они, люди, которые обращаются к вам за помощью в трудоустройстве? Вы можете составить такой некий портрет соискателя, да? И какое место среди них занимает наша молодёжь? Ну, конечно, обращаются разные категории. У нас есть категории, с которыми мы преимущественно работаем. Во-первых, это у нас, конечно, молодёжь, граждане с ограниченными возможностями здоровья. Но портрет среднестатического безработного у нас меняется, да? Если вот в конце прошлого года это была женщина, то сейчас это обратно мужчина средних лет, да? Поэтому меняется. Молодёжи обращаются довольно большое внимание. Вот в конце прошлого года была принята, вот в Российской Федерации была принята долгосрочная программа содействия занятости молодёжи, и теперь в нашей республике тоже такая программа готовится. Кроме того, центром занятости реализуется проект «Старт к успеху», который направлен именно на повышение мотивации молодёжи к трудоустройству, на их трудоустройство и профессиональное образование. Угу. Какие изменения сейчас происходят на российском рынке труда? Какова тенденция и какие профессии востребованы? Ну, насчёт востребованных профессий я вот уже сказала, да? Это промышленность? Если смотреть по республике, это промышленность. И, конечно, вот сектор, бюджетный сектор, да? А если говорить про Арктику, которой завтра будет уделено большое внимание, там в основном требуются вот вакансии для бюджетных организаций. Это учреждения здравоохранения, образования. Ну и другие вот учреждения бюджетные, которые и в других, во всех других районах представлены. Хорошо. Какие профессии на сегодня можно освоить бесплатно, например, по программе содействия занятости? Ну, у нас по профобучению есть государство, мы проводим обучение в рамках государственной программы содействия занятости. По этой программе мы порядка полутора тысяч человек должны обучить. Уже у нас процесс идёт полным ходом. Направляем граждан. И ещё вот более 600 человек, незанятых граждан, мы должны обучить для предприятий промышленности. Ну, конечно, в начале года проводятся торги, и по итогам торгов у нас в настоящее время почти все учебные заведения определены. Конечно, большая доля у нас для предприятий промышленности. Это такие, как горнорабочие, машинисты тяжёлой техники, машинисты водоэкскаваторы, бульдозеристы, проходчики. И стропольщики, и другие, да. Ну, кроме того, в этом году более 300 человек, ну, 300 женщин мы должны обучить. Это специальности для женщин. Такие, как повар, массажист, социальная, младшая медицинская сестра, парикмахеры, другие, да. Потому что в этом году же у нас год матери, в связи с этим женщинам у нас тоже уделяется отдельное внимание. И, кроме того, вот ещё, это у нас про госпрограмму, если рассказывать, да. Ещё есть у нас национальный проект «Демография». В рамках вот этого национального проекта действует проект «Содействие занятости». Вот на это я хотела бы, чтобы наши слушатели и зрители обратили особое внимание, да. В рамках вот этого проекта тоже граждане могут бесплатно получить специальности. Это у нас всё реализуется на сайте «Работа в России». То есть гражданин заходит на сайт «Работа в России» трудвсем.ру, вот его адрес, да. Авторизируется через госуслуги, и там представлено более 500 различных специальностей. Ну, в основном они курсовые, конечно, но если проанализировать из этих 500, 39 у нас для граждан, которые не имеют образования вообще, да, они могут обучиться. Вот, ну, там слесари, электромонтажники, повара, парикмахеры. Ну, 39 различных профессий, но в основном, конечно, у этих профессий очное обучение, то есть дистанционный формат тут не предусмотрен. Ну, для человека, который не имеет образования, это, конечно, преимущественно только такой вариант, в настоящее время представлен. И они могут обучиться в городе Якутске и в семи районах республики, где есть вот средние, ну, учреждения среднего профессионального образования. Это в Мирненском, Алданском, Нерингринском, Мегино-Кангаласском, Чурокчинском и Сунтарском улусах и Верхненгринском, вот на сегодняшний день. Вот здесь они могут уже, как говорится, не выезжая из района, в рамках нацпроекта получить образование. Кроме того, очень много специальностей для людей, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование. Там и в любых сферах. Ну, тут, конечно, диапазон очень широкий. Не только там рабочие специальности, но и вот IT-сфера, образование, здравоохранение. Если люди хотят повысить квалификацию или получить переподготовку, пройти, тогда они могут по этому нацпроекту обучиться. Ну, конечно, не все подряд могут обучиться. Тут есть категории. Категории это у нас, ну, безработные граждане все подходят под эту... Ну, для этого нацпроекта они являются подходящими, независимо от возраста пола, как говорится, да. Кроме того, вот пенсионеры, предпенсионеры, то есть тем людям, у которых до пенсии осталось 5 лет, женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, это работающие женщины, женщины могут обучиться, и женщины, у которых есть дети дошкольного возраста, тоже могут обучиться. И молодежь. Наша молодежь, ну, там есть отдельные категории, но очень большая категория молодежи может обучиться по этой программе. И самое главное, что вот по направлениям центров занятости обучение происходит совершенно бесплатно. Да, ну, для этого они регистрируются на сайте, после этого в течение 7 дней они должны подойти в центр занятости по месту регистрации и подтвердить свою категорию. Если категория подходящая, они проходят профориентацию и уже ждут набора. Да, ну, согласно положению, в течение 7 рабочих дней курс уже должен начаться, но у нас иногда бывает так, что вот разброс же у нас широкий, 500 разных профессий, тогда допускается в течение вот одного месяца, курс набирается, тогда они уже могут приступать. Ну, в настоящее время, например, у нас парикмахеры уже закончили обучение, младшие медицинские сёстры учатся, ну, и по другим специальностям уже, как говорится, программа набирает обороты. Хорошо. Кроме содействия в трудоустройстве, служба занятости предлагает целый ряд государственных услуг. Давайте уточним, каких? Ну, государственные услуги тоже в основном у нас регламентированы вот этим нашей государственной программой. Это помощь при создании своего дела, содействие предпринимательской деятельности, ну, профессиональное обучение, про которое я уже говорила, социальная адаптация, психологическая поддержка, профориентация, организация общественных работ, организация вот временного трудоустройства несовершеннолетних граждан тоже вот. В летнее время очень активная эта программа идёт. Общественные работы в сельской местности, временное трудоустройство у нас несовершеннолетних в оленеводческих хозяйствах есть такая программа, стажировка молодых специалистов, ну, вот такие вот программы. Хорошо. Программ, на самом деле, очень много, они каждый год, ну, иногда новые программы вводятся в зависимости от, как говорится, ситуации на рынке труда. От спроса, да? Действительно ли увеличилось количество якутян, которые, например, хотят открыть своё дело? Ну, вот мы говорим о самозанятых. Да, по самозанятости в этом году у нас финансирование увеличилось, поэтому, да, желающих много. У нас проводятся комиссии и уже, как говорится, граждане могут зарегистрировать собственное дело. Но тут они не только как индивидуальный предприниматель могут зарегистрироваться, индивидуальный предприниматель и крестьянское хозяйство, они ещё могут теперь выбрать специальный режим самозанятого. Так что вот условия у нас стали, как говорится, легче, легче. Хорошо. А какую поддержку со стороны государства они могут получить? Ну, вот по программе содействия самозанятости у нас оказывается субсидия, ну, предоставляется субсидия, размер субсидии 150 тысяч рублей для начинающего предпринимателя. Это довольно, считаем, хорошее подспорье, тем более, если он ещё регистрируется в качестве самозанятого. Вот такая вот 150 тысяч. Хорошо. Какие документы необходимо представить в службу занятости для того, чтобы получить эту помощь? Да. Ну, обязательно нужно всё-таки обратиться в центр занятости. Гражданин должен иметь статус или безработного, или незанятого гражданина. Ну, у нас так немножко различается. Безработный гражданин – это тот, который не имеет работу и получает, ну, зарегистрирован как безработный, имеет статус незанятый, просто обращается, как обращается в поисках работы. Вот. Ну, тоже вот неработающий гражданин. Вот оба эти категории могут обратиться за этой помощью. Они предоставляют бизнес-план, проходят профессиональное обучение по основам предпринимательской деятельности для того, чтобы знать свои права и обязанности, и проходят комиссию. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы снова прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о работе Центра занятости населения нашей республики. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ежегодно в Центре занятости обращаются тысячи людей. Большинство из них получают работу, новую профессию, либо помощь экспертов. В рамках фестиваля труда, который, напомним, пройдёт уже завтра в столице республики, мы также говорим о деятельности Центра занятости населения нашей республики. И наш собеседник – это заместитель директора Центра занятости Республики Саха-Якутия Инна Иннокентьевна Севцева. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу. И я думаю, что многих наших телезрителей, радиослушателей интересует такая мера госпомощи, как социальный контракт. Расскажите о нём подробнее, пожалуйста. Да, ну, социальный контракт реализуется в Министерстве труда Республики Саха-Якутия. В основном, желающие сначала обращаются в Управление социальной защиты на местах, и у нас проводится совместность работы с управлениями. Ну, вообще, социальный контракт, он имеет несколько направлений, а мы работаем именно по трудоустройству. По направлению трудоустройства гражданина тоже предоставляется финансовая помощь через Министерство труда, и мы с ними совместно, как говорится, уже проводим профориентационную работу и оказываем содействие в трудоустройстве вот этим гражданам. Хорошо. В этом году появилось дополнительное направление для тех, кто, например, потерял работу после марта 2022 года, да? Что представляет собой этот новый проект, программа? Ну, есть три направления работы. Это у нас... Мы сейчас в настоящее время вот по этой программе дополнительных мер работаем. Это у нас, во-первых, это профессиональное обучение. Организация временных работ и общественных работ. На это... Ну, по организации профессионального обучения мы на сегодняшний день у нас четыре организации подали заявки. Это у нас Алмаз Тор Транс. Извините, три компании, да? Авиакомпания Якутия и авиакомпания Алроса. Они будут проводить переобучение своих сотрудников для того, чтобы в новых условиях работать, да? Допустим, вот наша авиаотрасль испытывает большие... Ну, испытывает затруднения в связи с тем, что введены санкции. Из-за этого они переобучивают своих пилотов, бортпроводников для работы вот с отечественными самолетами. Вот для этого, вот это первое направление. Второе направление – это временные... Организация временного трудоустройства. Там у нас заявилось одно предприятие. Если они испытывают трудности, они могут своих же работников, которые перешли на неполный рабочий день, обеспечить другими видами занятости, да? И самое большое у нас направление – организация общественных работ. То есть это предприятия-хозяйствующие субъекты, различные ООО, акционерное общество. И индивидуальные предприниматели крестьянского хозяйства могут временно взять на работу безработных и незанятых граждан. Два отбора у нас уже прошло. Вот на днях будем объявлять третий отбор. Об этом нужно следить на сайте Государственного комитета занятости населения Республики Саха-Якутия. Все объявления, извещения о проведении отборов там публикуются. Суть вот этих общественных работ, работодатель подает заявку, и мы предоставляем субсидию, финансовое обеспечение для выплаты заработной платы работников в течение трех месяцев. Довольно-таки существенная помощь, я считаю. И в течение трех месяцев он уже может обеспечить работой гражданина, как говорится, да? Хорошо. Буквально на этой неделе в офисе «Моя работа» прошла ярмарка вакансии для несовершеннолетних граждан, которая называлась «Мое трудовое лето». По каким направлениям шла работа и каковы итоги этой ярмарки? На этой ярмарке приняли участие 12 предприятий и около 300 детей. Ну, ярмарка у нас ежегодная. У нас вот принимали участие такие организации, как «Полярная велиния», «ЯТЭК», «Ростелеком», «Союри», «Праздник жизни», «Индивидуальные предприниматели» и другие, да? Ну, в основном, кем у нас, какие вакансии они были представлены? Вакансии по «Хэндмейд», рабочий в гостевом доме, официанта, ващеводы, помощники фотографа, разнорабочего, экскурсовода и другие. Кроме того, у нас школы принимают активное участие. В Мире есть отдельная муниципальная целевая программа, которая помогает нам организовывать летнюю занятость. Основной вопрос у нас заключается в выплате заработной платы. И в ряде районов у нас муниципалитеты помогают, да? Разрабатывают отдельные муниципальные программы. За это им, конечно, большая благодарность. Хорошо. Этот 2022 год, как мы знаем, объявлен годом матери в республике Саха-Якутия. Какие мероприятия проводятся именно для женщин, для будущих мам? Ну, для женщин мы составили отдельный план мероприятий. Наш государственный комитет утвердил этот план. В рамках года матери у нас должны пройти различные ярмарки, вакансии, семинары, дни открытых дверей. Но они уже, как говорится, начались. Первая партия была в марте в связи с Международным женским днём. И дальше до конца года по плану будут эти работы организовываться. Кроме того, по профобучению я тоже рассказывала, более 300 человек должны обучить. По самозанятости 50% желающих, это должны быть женщины. Есть такой. То есть поддержка. В этом году только, да. Поддержка женщин. А среди тех, кто заявляет, кого обычно бывает больше, мужчин или женщин? Ну, разное. Смотря от улусов, смотря какой улус, какой район, у каждого района своя специфика. Например, в Момском улусе у нас есть женщина-сварщик, которая всё село обеспечивает сварочными услугами. Так что в зависимости от специфики района. Где-то больше активный мужчина, где-то женщина. Хорошо. Какие цели и задачи ставит перед собой служба занятости на ближайшее время? Ну, конечно, наша цель – это трудоустройство тех людей, которые к нам обратились, реализация государственной политики в области занятости. Основные цели и задачи у нас неизменно остаются. Но, конечно, форматы работы потихоньку меняются в соответствии с современными изменениями. Ещё я слышала, у вас очень интересный проект есть. Это привлечение молодёжи для того, чтобы они проходили практику. Расскажите об этом проекте. Это программа, да? Это у нас в рамках государственной программы. Содействие, стажировка молодых специалистов называется. В ряде районов она реализуется. Для стажировки у нас до трёх месяцев мы тоже оплачиваем, возмещаем заработную плату в размере МРОД для молодого специалиста. Кроме того, устанавливается доплата наставнику. Пока у нас девять молодых специалистов прошли, проходят стажировку. Остальные ждём, когда учебные заведения наши профессионального обучения, образования закончат. Наши студенты, ну, выпускники, как говорится, успешно защитят диплом. И после этого эта программа ещё дальше будет идти. Дальше будет работать. Да, дальше будет работать. Хорошо. Давайте вновь вернёмся к фестивалю труда, который у нас пройдёт буквально завтра. Напомним, где, во сколько он пройдёт, куда можно подойти. И самое главное, кто может принять участие в этом фестивале. Значит, завтра, 11 июня, мы ждём на площади Орженькидзе наших зарегистрированных участников. Кроме того, у нас будет ещё и бесплатная юридическая помощь в рамках данного фестиваля. И поэтому все желающие тоже могут получить консультации. Сколько участников сегодня заедено? На сегодняшний день, да, вот я хотела сказать, на сегодняшний день 549 у нас заявок поступило. Больше всего, конечно, на ярмарку вакансий. Бизнес-сектор вызывает большой интерес и Арктика. Чуть меньше, конечно, чем мы ожидали. Но, тем не менее, я думаю, что завтра у нас будут участники, достаточно участников по всем секторам. Ждём наших участников. И кто может же принять участие, это у нас молодёжь до 35 лет. Это у нас выпускники, студенты, не обязательно выпускники, но и выпускники, и студенты средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений. Это у нас безработные тоже до 35 лет есть таковые, да. Ну и школьники, школьники наших, города Якутска. В рамках, например, нашего трека у нас будет два тренинга, в виде этого вебинара будет представлено. Научат, как создавать резюме. Кроме того, можно будет получить более подробную консультацию по нацпроекту «Демография». Вот по бесплатному профессиональному обучению. Так что всех ждём. Да, ждём, приглашаем. Пожалуйста, приходите, будет очень интересно. И в третьем треке, который посвящён бизнесу, я знаю, что принимает участие «Мой бизнес», здесь будут читать лекции представители. Да, центр «Мой бизнес», он полностью на себя взял модераторство этим треком, за что мы благодарны. Мы благодарны всем нашим соорганизаторам и всем, кто примет участие. Думаю, мы всё завтра сможем сделать. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорили о фестивале труда, который пройдёт завтра в столице республики. Ну что же, благодарю своих собеседников за очень интересную и актуальную информацию. Всего вам самого доброго, до свидания и до следующих встреч.